всем привет с вами опять я мишаня и моя мужская кухня сегодня у меня на столе вот такой набор продуктов овощей ваша каши и специи ну сегодня как уже можно по картинке догадаться я сегодня буду готовить фаршированный перец перец очень вкусный особенно любителям обожаю особенно я и мои близкие все обожаем перец как август месяц перцу много что с него готовить закрутки все остальное но я решил приготовить вот этот фаршированный перец перец я взял такие красный чтобы интересное получилось и поскольку будем запекать перец в духовке с вашим уже перец я подготовил но начну среднем что нам необходимо на нем не ходим и естественно перец уже у нас есть перец почищем середины уже выбран перегородки вот такие шляпки я по отрезал очень красиво вот и накрыл поскольку сюда будем забивать фаршем с кашей чистый помотый помидоры помидоры нам надо будет для соуса но естественно один большой помидор мы нарежем фарш в нашу кашу с фаршем так сказать кубиками мелко нарежем потому что две луковицы нам еще нужно будет одна будет натеряться на мелкой терке тоже фарш другая пойдет тоже фарш мы ее будем резать кубиками и немножко обжаривать но естественно фарш и так здесь около килограмма фарша вот такая каша каша у нас особенно я это у нас получается каши это реча на и рис в одних пропорциях где-то полтора стакан гречаной каши и стакан риса очень хорошо промыт где-то в водах 5 и больше отварен уже остыл все уже это у нас готово останется с вашим не пропадет что-то придумаем что-то еще сделаем вы естественно сметана нам нужно будет для соуса помидоры сметана но и естественно там всякие нужные специи это у меня черный перец соль орегано и базилик вот такой блендер нужен нам будет для того чтобы взбить помидоры сколько нам надо будет такой залива заливать наши будем готовить в стеклянные теки складывать красиво и такой юшкой как бы сказать залить это все очень и чтоб в духовочку отправить чтобы оно готовилось вот набор ингредиентов которые нам нужен для приготовления нашего вкусного сычного болгарского перца фаршированного начнем с каши с мяса по очереди так для начала нарезаем лук так кубиками небольшими средними кубик и отправляем его обжарится на подсолнечном масле и его немножко прожарим так пока подсолнечное масло у нас нагревается мы отправим наш фарш вот сюда к нашей каши гречневой и рисовой нарезанный кубиками лук мы уже поджарили вот так он выглядит румянец красавец и сейчас мы на мелкой гербке натрем еще одну луковицу прямо нашим фаршу лук натерли оставляем в сторону а сейчас мы будем берем большой-большой помидор и будем его тоже мелко кубиками будь какими средними нет мелкими маленькими сейчас мы все отправляем к нашему фаршу солим по вкусу перчим также по вкусу для пряности додаем базилик ну и конечно додаем для пряности орегано так ребят чуть не забыл еще нам нужно пучок петрушечки наш фарш будем подавать петрушечку вот так тоже рубим ее любом порядке беспорядке как-нибудь а сейчас все это очень и хорошо перемешивают фарш наш уже с кашей готов оставляем его в сторону пускай ждет своей очереди а сейчас мы приступаем к перцу перец мы вот уже как я повторяюсь говорил уже почистили вырезали все перегородки серединки вот такой он у нас чистый но перед началом фаршировки перца мы его окунаем в кипяток пройдемся в кипятку немножко придадим ему мякости весь 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 наш перец перец мы уже ошпарили кипяточком прошлись только без этих хвостиков само сам сами печенки еще тепленькие а сейчас будем готовить в духовке вот стеклянной деке стеклянную деку на дно я вот так немножко подсолнечного масла наливаю потом еще будем готовить соус они нас будет как будто тушится в духовке готовится в своем в таком соусе вкусно ну и сейчас приступаем к фаршировке нашего перца берем перчинку серединку и очень хорошенько на трамбовываем нашим фаршем но не очень много потому что в процессе готовки фарш нам расширяться немножко будет в влазь блендере взбиваем все наши помидоры где-то штучек 5 додаем немножко ложки 3-4 сметаны додаем немножко грамм 50 воды по вкусу солим перчим и все хорошенько перемешиваем хорошо перемешали теперь между перцем и вот так заливаем попадет в перец попадет ничего этого страшного нет так движемся к завершению мы приготовлению нашего фаршированного болгарского сладкого перца вот так мы сложили стеклянную деку залили это все соусом со сметаной из на блендере взбитых помидоров и сейчас мы будем отправлять в духовку последний штрих накрываем и отправляем в духовку духовку разогреваем где-то на градусов 180 и в закрытом виде вот так мы отправляем где-то на минут 20-25 потом снимаем крышку и даем еще где-то в общей сложности где-то минут 50 около часа надо каждый раз посмотрю так ребята закончили приготовление нашего болгарского сладко фаршированного перца где-то в духовке он у нас запекался тушился и как там сказать готовился он час ровно вот я его достал вот так выглядит аппетитно сейчас можно уже подавать его к столу поливать вот этой подливой которая осталась на дне всем кому понравилось мое приготовление болгарского сладкого перца лайкайте жмите палец вверх подписывайтесь на мой канал с вами был мишаня моя мужская кухня всем приятных вас просмотров приятного аппетита и до новых встреч